Что такое онлайн-платформа Zoom и для чего она нужна? Zoom – это сервис для проведения видеоконференций, семинаров и онлайн-уроков. Кроме видеосвязи, у участника есть возможность обмениваться друг с другом сообщениями, файлами, демонстрировать экран, то есть Zoom – это еще мессенджер. Главных плюсов программы – наличие бесплатного тарифа. На нем можно подключить до 100 человек на конференцию. Длительность встречи – не более 40 минут. Действие ограничения распространяется только на одну трансляцию, то есть после отключения сеанса пользователь может продлить его и пригласить участников снова. И таких трансляций можно делать по нескольку раз в день. Если это не групповая конференция, а звонок между двумя людьми, можно общаться неограниченное время. Также нет ограничений на количество конференций. На платных тарифах можно снять эти ограничения. Как скачать, установить и зарегистрироваться в Zoom – пошаговая инструкция. На компьютер. Заходим на сайт Zoom, нажимаем на кнопку «Зарегистрируйтесь бесплатно» или «Бесплатная регистрация». Вводим адрес электронной почты, нажимаем «Регистрация». Можно авторизоваться через почту Google или аккаунт на Facebook. На почту придет письмо со ссылкой на подтверждение аккаунта. Кликаем по ней, чтобы подтвердить регистрацию. Затем нас просят ввести имя, фамилию и придумать пароль. Заполняем, жмем «Продолжить». Можно сразу ввести адрес коллег. Им на почту придет предложение зарегистрироваться в сервисе. Можно пропустить этот шаг. Далее появляется предложение начать текстовую конференцию. Для этого жмем по ссылке и на кнопку «Начать конференцию сейчас». Этот шаг можно тоже пропустить. Жмем «Перейти к моей учетной записи». На телефон. Можно зарегистрироваться на сайте, а потом скачать приложение или пройти регистрацию сразу с приложением. Скачиваем Zoom из магазина приложений для Android, для iOS. Открываем приложение, жмем «Регистрация» или «Войти в систему», где вводим свой логин-пароль, если уже зарегистрировались. В приложении можно начать конференции, подключаться к чужим, планировать будущие встречи, переписываться с участниками. Как создать конференцию в Zoom? Начать конференцию можно двумя способами. Первый. Запускаем программу на ПК и в главном окне нажимаем «Новая конференция». Второй. Заходим в раздел «Конференции» и нажимаем кнопку «Начать». По умолчанию конференция запускается с видео и аудио, но можно переключиться на аудиорежим без видео. Для этого жмем «Войти в аудиоконференцию». Управление конференции происходит на нижней панели с кнопками и боковой с участниками. Чтобы отобразить панель слушателей, нажмите «Управлять участниками». Возле этой кнопки отображается их количество. Открывается боковая колонка со всеми, кто принимает участие в конференции. Возле каждого участника отображаются значки микрофона и камеры. Перечеркнутый значок означает, что микрофон или камера выключены. На скрине ниже видно, что камера выключена, а микрофон работает. В процессе можно выключить свою камеру или отключить звук. Это делается на нижней панели. Совет. В настройках аккаунта укажите полное имя. Другим участникам конференции будет понятно, с кем они общаются. Приглашение участников. Когда все готово, можно приглашать участников. Участников можно добавить двумя способами. Первый. Вызвать прямо из конференции. Для этого жмем кнопку «Пригласить» на нижней панели. Затем пишем email адрес или выбираем людей из списка контактов. Выбранным людям придет уведомление об участии на почту или в приложении. Второй способ. Нажать кнопку «Пригласить» на нижней панели. Затем скопировать ссылку на конференцию и прислать ее в выбранный мессенджер. Например, в Telegram. После окончания конференции нажимаем на нижней панели «Завершить конференцию». Как подключиться к чужой конференции. Участнику, к которому выслали приглашение, придет ссылка на почту. Выбранный вами мессенджер или уведомление в приложении Zoom. Соответственно, ему нужно нажать на ссылку, чтобы попасть на конференцию. Как запланировать встречу. Планировщик встреч находится на главной странице приложения. Какие здесь настройки. Тема конференции, дата и время. Идентификатор конференции можно использовать свой персонально или создать автоматически. Пароль. Если эта функция выключена, то для доступа к конференции участникам понадобится пароль. Он приходит в уведомлении вместе с ссылкой на конференцию. Видеоизображение. Здесь можно включить-отключить видео у организатора и участников конкретной встречи. Выбираем, в каком календаре отметить конференцию. Если вы и ваши сотрудники используете Google Календарь или Outlook, то туда также придет уведомление о предстоящей встрече. После всех настроек жмем «Запланировать». Все запланированные встречи отображаются в главном окне приложения. Там же можно найти ссылку на конференцию. Нужно нажать на три точки. Как включить-отключить звук. При настройке запланированной конференции можно заранее назначить, у кого будет включенный микрофон – у организатора или у всех участников. Если вы просто создали конференцию и добавили туда участников, то по умолчанию у каждого будет звук и видео. Но каждый слушатель может сам отключить у себя эти функции. Также на боковой панели слушателей для организатора конференции есть две кнопки – выключить звук для всех и включить звук для всех. Обратная реакция слушателей. Эта функция позволяет получать обратную связь от участников. Например, слушатель может поднять виртуальную руку, сказать «да» или «нет», сообщить, что ушел пить кофе. Реакции отображаются на боковой панели участников. Организатор может видеть не только ответы, но и количество соотношений «да» и «нет». Также организатор может очистить все реакции, участник может убрать только свою реакцию. Демонстрация экрана. В Zoom есть функция демонстрации экрана. Можно показать свой рабочий стол, браузер, подчеркнуть виртуальную доску и ввести на ней записи. Эта функция также находится на нижней панели и называется «демонстрация экрана». В ней есть несколько разделов, в которых можно выбрать, что именно мы будем показывать. Нужно добавить, как передать управление экраном участнику конференции. Базовый – это экран рабочего стола, браузер, виртуальная доска, экран телефона или запущенный на ПК приложение. Расширены. Тут можно показать часть экрана только звук ПК или съемку со второй камеры. Файлы. Здесь открывается доступ к файлообменникам. Настройки демонстрации экрана. Демонстрация экрана – функция, которая позволяет организатору сделать его выступление, доклад, обучающий материал, наглядным и доступным для понимания. Демонстрация экрана доступна в бесплатной версии Zoom и отображает экран компьютера, планшета или смартфона, если вы установили приложение. Для чего используется демонстрация экрана? Выступающий может прямо на доске чертить схемы, писать опорные моменты своего выступления, отображать свой экран с заранее подготовленной презентацией. В онлайн-режиме показывать, как установить ПО, настроить программу, работать с данными и т.д. Для настройки кликните «Демонстрация экрана». В открывшем окне будут отображаться все открытые страницы и программы на компьютере. Если вы хотите во время доклада чертить схемы или записывать опорные пункты, то кликните на доску «Сообщений». На доске «Сообщений» доступны такие инструменты – рисование, текст, ластик, отслеживание или формат. Подключите дополнительные опции. Совместное использование звука компьютера. Опция предполагает, что любой звук, который исходит из вашего компьютера, будет совместно использоваться на конференции. Для подключения опции установите флажок напротив опции «Совместное использование звука компьютера». Оптимизация экрана для просмотра видеоролика. Для включения видеоролика в полноэкранном режиме установите флажок напротив опции «Оптимизировать демонстрацию экрана для просмотра видеоролика». Убедитесь, что качество изображения при подключении полноэкранного режима не изменилось. Если изображение размытое, то не используйте эту опцию. После настройки этих опций нажмите кнопку «Совместное использование». Не забудьте в режиме демонстрации экрана подключить чат. Для этого нажмите «Еще» и в развернувшемся списке кликните «Чат». После этого появляется всплывающее окно чата. Если в ходе конференции вам будут приходить сообщения, то кнопка «Еще» будет подсвечивать оранжевым. Мессенджер. Приложение Zoom еще можно использовать как мессенджер. Эта функция находится в вкладке «Чат». В чате можно отправлять сообщения, файлы или снимок с экрана. Также можно начать конференцию с человеком прямо из чата. Аналогично звонок другу в Skype. Как в Zoom передать дистанционное управление? Зная, как в Zoom передать управление мышью и клавиатурой, учителю проще наладить образовательный процесс и управлять учениками. К примеру, последние после получения новых полномочий могут сами выписывать пропущенные слова, исправлять ошибки, дополнять схему и решать новые задачи. Перед тем, как передать использование клавиатурой или мышкой, проверьте включение этой опции в Zoom. Сделайте следующие шаги. Войдите на сайт zoom.as. Кликните на кнопку «Моя учетная запись». Войдите в раздел «Настройки». Найдите пункт «Дистанционное управление». Здесь дается пояснение, что при включении этой функции лицо, которое проводит демонстрацию, может передать полномочия в Zoom другому пользователю. Убедитесь, что тумблер переведен в правую сторону. Чтобы передать управление мышкой в Zoom во время конференции, сделайте следующие шаги. Пойдите в программу, создайте новую или запустите запланированную конференцию, жмите на кнопку «Демонстрация экрана» и выберите один из доступных вариантов, к примеру, «Доска сообщений». Вверху найдите кнопку «Дистанционное управление». Помните, что этот пункт отсутствует, если в конференции находится только организатор. Кнопка появляется сразу после того, как трансляция в Zoom подключается еще один человек, и при этом он использует компьютер, а не телефон. Включите опцию «Передачи контроля мышки» – клавиатуры. Выберите человека, которому осуществляется передача управления экраном монитора. С этого момента пользователь может управлять вашими ПК. При этом мышка и клавиатура организатора остаются активными, поэтому при необходимости можно корректировать действия пользователя. Если необходимо отключить совместное применение мыши и клавиатуры, жмите на кнопку «Остановить совместное использование». В этом случае работа в конференции возвращается к привычному режиму.